здравствуйте уважаемые дамы и господа так сейчас что-то не то так добрый день сейчас я проверю по моему что-то у меня с демонстрации получилось не то не то что надо так хотя сейчас на всякий случай я еще раз открою мы продолжаем наш замечательный курс в эту субботу мы дочитали книгу память бар четвертых книг пяти книжи и на этой неделе мы уже читаем первую главу книги дворин я хочу напомнить вам что на этой неделе в среду рушкоды шесть месяца ав и соответственно через чуть больше недели у нас будет пост 9 ава вот допустим всевышний побыстрее превратить посты в праздники вот и я попрошу пару слов сказать натана о том чему посвящен наш сегодняшний урок а натан види в курсе а там наш урок выздоровления тяжело раненого сегодня в теракте человека еврея которого зовут эль-руи бен-батшева на фамилии капах он из поселения ног дим ехал с двумя девочками и обстреляли террористы он тяжело ранен его сегодня оперировали слава богу лучше себя лучше чувствовать мы молимся за его выздоровление да и бог эль-руи бен-батшева и две дочери и его и большое спасибо анне которая подготовила нам на материал а сегодня ну сколько мы успеем подачем с 35 головы книги книги по медвар довольно интересная глава вот как обычно вот желтым мы выделяем интересные слова зеленым и выделяем то что в этом же файле давно давно с переводом из словаря и так мы начинаем демонстрации еще не сделал сейчас я так так что-то у меня тут вот так вот так получилось пошло Так получилось или нет? Я что-то не вижу. Алло, алло, алло. Да, получилось, но странно. Я думаю, что у тебя перекрывается другим окном. Ты должен... Так, вы знаете, это уже третья попытка. У меня что-то не получается. Здравствуйте, Тимофей. Да. Так, тогда, с вашего позволения, я начинаю. Так, параграф 35 ламет эй, пасук 1. Второй, алиф, вайдабер, ашем эль-муше, ба арвот муав, алирден ерихо леймор. И говорил бог Моисею в долинах Муава, арава, как это можно лучше перевести, да? Или вместе под названием арвот муав, да? У Иордана Ерихонского, говоря, я прочитаю еще и пэт. Цав, это в ней, Исраэль. Ве, нахалат, ахузатам, азум, ла савы. У мигра, ле арым, свивотэйгем, титну ла лвиин. Пиши сынов, и пусть они дадут левитам из нахала, из земельного надела, который передается по наследству, города для того, чтобы они поселились там постоянно. И земельные участки, земельный участок для городов вокруг них, пусть они дадут для левитов. Дальше будет объяснено, что тут имеется в виду. Так, Анна, если есть у вас какие-то дополнения, пожалуйста. Нет, все нормально, просто слышно меня или не слышно, что ты говорила, просто слышно. Сейчас отлично, да. Ага, прекрасно, прекрасно. Так, Анна, слышно? Да, видно, да. Так, гимель. В гайю арым лагем лешавет. Лешавет. Лешавет у миграшегем и в юле хэмтам, оле хушам, лехоль хаятам. И будут города для них, для жительства. И вот эти вот угодья, миграшем, миграшегем, вот эти вот угодья, ну, будут для скота и для хорохошам, для, ну, имущества, видимо, для владения и для всего жизненного и для всякой жизненности. Да, пожалуй, так, да. Я хочу обратить внимание на слово лешавет. И в предыдущем, по сути, у нас тоже была такая форма. Это то же самое, что лешавет. Это инфинитиво слово йошевет, то есть жить постоянно, проживать. Просто, когда падает ударение, то ударный сегол превращается в камаз на конце фразы. Здесь это получается просто... Дело в том, что здесь не конец фразы, но конец полуфразы. То есть заканчивается мысль. И это выделено даже вот в тексте, конечно, это не оригинальный текст, вот такой точкой и запятой. В оригинальном тексте, как вы понимаете, нет знаков припинания, но то, что здесь стоит именно точка с запятой, не просто запятая, показывает, что вот кончилась определенная часть фразы, и дальше начинается новая. Так, спасибо, спасибо. Теперь, Далит, очевидно, Тимофей. Да, Далит. Земельные участки городов, которые дадите левитам, от стены города наружу, тысяча локтей вокруг. Совершенно верно, да. Ну, обратите внимание, что слово «кир», которое вообще-то... Есть несколько слов, я говорил вам, только терминал для обозначения стены. Есть городская стена, она вроде бы должна называться... Да, вот она-то и называется «кир». Отсюда слово «кирия», то есть это городское поселение, поселение городского типа, окруженное стеной. Да, но есть еще слово «котель», есть слово «хома», «хома», да, «хома» – это еще городская стена. Да, но иногда значения так... передают значения эти слова друг другу, как-то вот так. «Кир» имеется в виду стена, ограждающая город, а «хуца» – это значит наружу. На расстояние до «элэф ама». Так, спасибо. Хей, пожалуйста, чей? Так, шуша получается. Давайте, шуша. Значит, это надолго, фраза длинная. У... И да, вижу. Умадатэм, эмихудс лейр, эт пьет... 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 Кадма... Альпайм... Бэме... Ба ама. Ба ама. Лок, да, ба ама. В эт пьет... Эмэгев... Альпайм... Ба ама. и от пиат ям альпайм и от пиат цафон альпайм и от пиат не битох нет битавех битавех и хие лахем меграши арим ну ладно теперь по слову что это у нас первое меры да и меры их размеры их снаружи да так снаружи от города или снаружи города так это мы знаем и края так как это правильнее перевести я просто думаю край со стороны кедма что это восточный кедм это прежний раньше как бы нет это еще и восток так с восточной стороны хорошо тысяча локтей альпайм две тысячи да альпайм две тысячи локтей и от края что у нас так запад и на запад тоже значит тысяча локтей и так это к югу ям дрон это к югу или так минуточку минуточку на юг не-не-не извините наверное неге это юг а ям это как раз запад да потому что к западу у нас море конечно извините просто помню что дрон вот юг а как еще есть и другие термины так значит что мы имеем к западу тысяча локтей и собственно край и к северу тоже тысяча локтей две тысячи локтей да да альпайм две тысячи локтей да и вот гаир да ба тавех это практически то же самое что бетох ну как внутри да внутри посередине да и посередине города да посередине а город посередине их а и две тысячи в каждую сторону в локте да получается да да это будет вам ну как сказать что ли наделом городов участком для да города да 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 так и есть да ну вот обозначение слова па значение его да достаточно спасибо надо было да надо было перевод сделать для стран света как-то я что-то не сообразила картинку представила пока переводила но хорошо да да ну хорошо в некоторых изданиях Мишны и законов дается такая картина город понятное дело имеет очертания ну можно сказать неправильные да уж как он разрастается да и мы вписываем его в квадрат стороны которого параллельны сторонам света и вот от этого квадрата который является касательной к стене города мы отступаем в каждую из сторон света так сказано на 2000 получается такой прямоугольник еще большей величины чуть больше площади да посередине его находится вот этот город да что это такое это земельный надел это все что к городу относится так прошу вас Вав Кей так Людмила у нас Людмила пришла извините а можно вопрос если можно если можем ответить да я просто вот где-то может память изменяет но где-то вот я читала что в комментариях что это как-то с шабатом связано с какое-то количество пути шабатного или что-то такое вот эти две тысячи лакции две тысячи лакции две тысячи лакции это исходная граница да я не помню точно не могу вам сказать сразу определяется она вот согласно этому этой фразе согласно этому посылку или откуда-нибудь еще но в любом случае да границы города совпадают с границами вот земельного земельных наделов вокруг них но здесь речь идет про города конкретно Леви потому что Леви им не имели своей территории вот определенное количество городов были отданы им для проживания значит они могли иметь какие-то ну типа как дачные участки да для частного сада для выпаса собственного скота но не поле не виноградник с которого они могли бы так сказать иметь пропитание потому что пропитание их шло от службы всевышнего поэтому собственно Левиты и получали определенный процент например с урожая да прелестно теперь 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 Вав да да Людмила АРОЦЕАХ АРОЦЕАХ ВААЛЕХАМ ТИТНУ АРБАИМ УШТАИМ ИР И ГОРОДА ЭТИ ГОРОДА КОТОРЫ ДАЛ НАМ ДАДИТЕ ТИТНУ БудУЩЕ ВРЕДА ДАДИТЕ НАМ Вот это ЛАЛВИИ ДАДИТЕ ВЫ ЛАЛВИИ ЛАЛВИИ Вот это ДАДИТЕ ВЫ ДА ТИТНУ ДА А вот это А для ЛАЛВИИТОВ ТИТН А У Здесь ДАБАВЛЯЕТСЯ АНИ Ну Ну Здесь Корневая Как Натан Там Корень Да 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 6 ГОРОДОВ МЕКЛАТУБЕЖИЧ Да Совершенно верно КОТОРЫЕ ДАДИТЕ ВЫ ЛАНУС У Для УБЕЖИ Ну УБЕГАТЬ УБЕГАТЬ Да Ну УБИВШИМУ Да УБИЙЦЕ ФАКТИЧЕСКИ Да И Мы переведем Как и сверх них А еще как дополнительно Да ДАДИТЕ ВЫ СОРОК И СОРОК ДВА ГОРОДА Совершенно верно Сего левицких городов было 48 Из них 6 были выделены еще и как города УБЕЖИЧЕ Города УБЕЖИЧЕ были городами Где проживали постоянно левиты Но и 42 других города Были левицкими городами Да Но не убежище вот эти 42 Да Ну тема города убежища И неумышленного убийства Нам чуть раньше еще встречалось В тексте Туры Поэтому здесь просто говорится о том Что это Что эти города должны быть выделены Да 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 хорошо спасибо Спасибо Людмила Теперь Зай Чей Так Юля Юля Спасибо В общем все города Которые дадите левитам 48 городов Их То есть вот этих 48 городов Да И это Аккуратив Как вы перевели Меграш А какой перевели Участок Да по-моему перевели Участок Да Владение Или участок Да Да Можно так Да Да Юля Спасибо Спасибо Все правильно Так Хэт Мой наверное да Да Теперь опять ваш Снова я Ве арим Ашер Титну Ме Ахузат Вне Исраэль Ме Ад Арав Тарбу У Ме Ад Там Иту Иш Кэфи Нахалату Ашер Ян Халу Итен Ме Арав Лал Ви Итен Города Которые Дадите Из Части Владения Сынов Израиля А Ме Эт Горав Большому Увеличьте И Малому Уменьшите Человек По На основании Его Надела Который Получит Он Во владение Будет Дано Из Городов Для Левитов Вот Примерно Так То есть Здесь Речь идет О пропорциональности Да Не Не Человек В данном случае А каждое Колено Тут От каждого Колена Надо было Взять По Мере Размера То есть От владения Большого Размера Побольше От малого Поменьше Чтобы у каждого От каждого Колена В каждом Колене Видимо Было Было Левитов Пропорционально Да Было Какой-то Из их Владений Было Левитов Да Пожалуйста Так Так Значит Тарбу Как Харбе Как Рав Там Иту От слова Меат Немного Уменьшите Так Да Есть Спасибо Так Теперь Тет Просим Анну Да Вы Дабер Ашем Эль Мошелай Мор Дабер Исраэль Ва Марта Алэгем Алэгем Ки Атем Оврим Эт Аярден Арца Кнаан Так И всевышний Сказал Моше Говоря Скажи Сынам Израиля Говоря Им Когда Ну Ки В данном Случа Видимо Когда Вы Перейдете Иордан И Через Иордан В землю Арцакна Ну К земле В землю Кнан Кнан Дальше Это уже Тимофей Что там Будет дальше Да Что там Будет дальше Ве Ик Критем Лахем Арим Арей Миклад И Яна Лахем Внас Шама Русях Маке Нефеш Биш Гагам Так И Сделайте Им Города Города Убежища Ик Критем Ну Хикрит Это Видимо Назовите Наверное Отрежьте Кир Отсюда Стена Кир Тоже Отсюда Отрежьте Вполне Возможно Кстати Хорошая Идея Действительно Да Стените Из них Города Убежища Да Так Корей Миклад Тиена Быть Им Будут Они Тиена Это Множественное Число В женском Вроде Да Лахем Будут Они Им И Побежит Туда В цех Убийца Убийца Да Души По ошибке Поразивший душу По ошибке По ошибке Да Да Спасибо Тимофей Все правильно Юн Бет Пожалуйста Так Людмила Людмила Убийца Мне Миклад Мега Эль Вело Ямут Это Курсор Отвлекаюсь, извините. Ой, извините, извините. Это моя особенность, я понимаю. Да, я помню. И были у них города. И будет у вас, и будут у вас. А, да, и будут у вас города, убежище, да? Для убежища, да. Для убежища от мстящих. Да. И не умрут. Не умрет. Не умрет убийца до того, как станет перед ним. Как будет поставлен. Да. Как будет он подставлен. Амадо – это Амаду. Перед свидетелем на суде. Совершенно верно. Да, в данном случае лучше понять, как общество перед обществом на суде. Да. Тут дальше будет рассказано, что это имеется в виду. Если кто-то не помнит, мы это увидим из текста. Спасибо, Людмила. Все совершенно правильно. Да. Теперь Югимил чей. Так. Шуша. У меня маленький лингвистический вопрос, конкретно по ивриту. Скажите, чем отличается Ашга от слова Таут? Вот ошибка. Как понять, какая где? Я не встречал сейчас в устной речи и даже в литературе слово Шегага, Шогенш. Шегага слева. Да, в Торе этот термин есть. Но, по-моему, даже в юридической литературе сейчас этот термин не употребляется. Но слово Таут, он такой устный. Это может быть случайная ошибка. Я думаю, что дальнейшее объяснение, это уже относится к области Аллаки. То есть, если серьезно накосячил, это как? Да вот, наверное, это все-таки Таут. Таут. Да, наверное, так. Верно. Я вошло как официальный термин, да? А Шегага – это осталось Танохическим термином. Ну, хорошо. Вы Ашер? Да. Ашер, Титну, Шеш, Арей, Миклад, Тихьена, Лахэм. 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 Что значит иметь в виду и Арим? Опять города? Города. Так, которые дадите вы шесть городов-убежищ. Как это будут? Кому? Им? Лахэм. Вам, вам. Тоже второе лицо. Вот они вам будут. А как это? Да, они будут вам именно для этого. Верно, спасибо. Спасибо. Юля, Далит, пожалуйста. Так, Юля. Да. 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 Трое городов будут дадены, значит, от Иордана, как со стороны Иордана, да? Да, через Иордан. Это имеется два с половиной колена, о которых мы недавно читали. И еще трое. Да, в самой стране Аканан, и они будут служить убежищем, в Совайке у нас было. Городам и убежищем, да. Спасибо, спасибо, Юля. Образите внимание, что только что мы читали о пропорциональности, да, это, значит, размеры левицких городов. Но в отношении городов-убежищ тут пропорции нет. То есть на два с половиной колена за Иорданские три города и совершенно столько же три города для остальных колен, да? Несмотря на то, что население и площадь там гораздо больше. Вот. Очевидно, предполагается, что процент вот таких убийц, как умышленных, так и неумышленных, да, за Иорданом будет выше. Возможно, потому что это территория более отдаленная от храма. Но, по крайней мере, я читал такие объяснения. Теперь, почему я говорю не только о неумышленных убийцах? Потому что убийца, который даже убил умышленно, и всем это ясно, до суда может спрятаться в городе-убежище. Но если суд обнаружит, что убийство было преднамеренно, то тогда его и из этого города, и из другого места, где бы он ни был, да, доставят на суд и, соответственно, на место исполнения приговора. Так, да, благодарю вас. Тет, вам, пожалуйста, чей? Тет, вам, так. Да убежит туда всякий, убивший душу, по ошибке. Совершенно верно. Анна, вы взяли этот пасок. Может быть, не очереди. Вы после меня, а я тут не читал. Я просто взялся объяснить. Так, привет. А почему-то я без очереди взяла безобразие. А, ничего, мы вам просим. Мы просим. А кто это? Давайте. А Юля-то читала ведь у нас, правильно? Значит, вы должны читать. Это должен был я читать. Я пропускаю очередь, пожалуйста, на Маттерн. Теперь Тет Зайн, пожалуйста, кто Тимофеевич, видно, да? Да, Тимофеевич. А давайте вы. А вы что? Давайте вы. Не-не-не-не, я в своей очереди читаю. Ну, говорите. Придет мне еще. Да. Да. Тет Зайн, вы приехали в Барзель и Кагу во Ямут Роцеху мод Ямут Роцех? Да. А если орудием железным Икагу ударит Мака, ударил его и умрет, убийца он, смертью умрет убийца. Имеется в виду, что если выясняется, что удар был нанесен какой-то железякой, да, то этот человек – убийца. Убийца должен быть умершлен по приговору суда. Ну, естественно, с учетом всех обстоятельств, да? Барзель, барзель, железо, да, совершенно верно. Так, спасибо, Тимофей. Юд Зайн теперь. Людмила? Да. Так, фиксируем курсор. Спасибо. Барзель, барзель, Кагу во Ямут Роцеху, мод Юмат Роцех. И если камнем, да, рукам… Камнем Барзель, яд, камнем мучным, как-то вот так получается. Каким? Каким камнем? Ручным, камнем для руки. Да, что это такое? Ну, имеется в виду камень, который в руке поместится. Вот тут раньше пишется, который в руку можно прямо вот целиком взять. Который умрет в нем, в ней, ну, в камне. Бле, ею, ею, ею. Это… От камня, да? Это… От камня, да? Не падешь, да. Да. Ударил его? Ударит его, да. Да. Это не прошедшее время? Ги-ка, прошедшее время. Ударил его, да. Прошедшее время. И умер. И умрет. И умрет. Тогда убийца ум. Это будущее, Ямот? Ва-Ямот. Да, да. Ва-Ямот. А, Ва переворачивает, конечно, переворачивает с будущего на прошедшее и умер. А, то есть, как бы вот от этого камня убийца, он. Смертью умрет убийца. То есть, тут имеется в виду уже преднамеренно убийца, убийство, да? Дается некий закон. Значит, Рувен убил Шимона. Как это произошло? Чем он убил? Если Рувен ударил его железк или ударил его камнем такой величины, что он поместился в руке, да? То Рувен считается убийцей. Если это произошло как-то иначе, да? Вполне возможно, что он и не хотел этого. Но критерии в другом месте указано, что если он не враг ему вчера и третьего дня, и так далее. Это мы увидим, да? Спасибо. Да, да. Так, спасибо. Это Людмила, да? А можно вопрос? Можно говорить, что вот по факту до вот этой казни смертной никогда не доходило? Нет, нет. Не то, что никогда не доходило, но состав суда, который выносил два смертных приговора, вроде бы даже, говорится, за 70 лет существования. То есть не находил оправдания. Да? Вот он назывался в народе кровавым. Нет, смертные приговоры не только имелись в Уголовном кодексе, но и применялись. Но, естественно, очень ограничен. Да. Знаете, про что сказано? Про закон о сыне, обжоре и пьянице. Вот там сказано, что этот закон никогда не применялся. Так, пожалуйста, Ютхед, чей? Так, Людмила читала, Юля, Юля читала? Юля. Хорошо, что я сейчас помню. Да, вот Юля должна, если Юля Людмила прочитала, значит, Юля. А, шушу, Настя, шушу, господи, а мы же пропустим. Как же мы забыли, что? Что-то я совсем... Что просим, да? Вы не читаете ДЮТТ, да? Вот где Ютхед? Ютхед, Ютхед. А, вот Ютхед, я его, да, я... А, тут, наверное, два посылка подряд. Два, я его что-то не выделила, да, у меня почему-то... Да, не страшно, мы поймем, да. ДЮТ Хед. Да. О, бихлаль, эц, яд, ашер, ямут, бо, ихау. Ихау, да. Ихау, ва, ямут, рецаху. Роцеху, да. Роцеху, да. Мот, ямут, роцех. Так, и... Тротовичка религион, би, хатлих. Кли, это... Посредством... В данном случае, да. Перегустим, да. Как бы посредством ручного дерева, но, видимо, палки, опять же, деревянные, чтобы... Да, наверное. Так, который, как это? От который умрет, так можно сказать? Да. А вот что такое икау? Ика, это слово маке, ударил в его. То есть, от вот этого удара его, да? Да, да, да. Какой-то деревяшкой, которую он держал в кем. При ударе деревяшкой ударивший, значит, убийца он. Ну, смертью умрет убийца по традиции. Да, да, так и есть. То есть, камень, ножница бумага, да? Можно еще короткий вопрос? Получается, вот эти города, они были нужны вместо тюрем, как бы, получается, еще до тюрем. Мы сейчас засчитаем, и будет понятно, в чем смысл этих городов. Отместитель крови, да. Имеется в виду родственник убитого. Убитого умышленно или убитого ненароком, но в данном случае выясняется, что это убийство было преднамеренно, да? И тогда вот родственник, мститель крови, губь ему. Да, он умертвит убийцу. Да. А каким способом? Встреча, с помощью встречи. О, погея, это, ну что, нанести урон, нанести ущерб, да? А, это. Ага. Нанесением ущерба, да? О. То есть. Емитена, ну его умертвит. Да, 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 умертвит кого? Убийцу, убийцу, да. А то есть он как нанесет ему удар? Очевидно, да, да, да. Так, хорошо, имеется в виду, но мы сейчас это увидим, да, о чем тут говорится. Так, а теперь каф, наверное, я, да? Да. Да, читаю каф. Страшная история. Вот тут есть несколько интересных слов таких, да? И если ба-син-а, слово хин-а означает ненависть. Если в ненависти, е-э-да-фэ-ну, то есть адав, адав, оттолкнул, оттеснил его. Кого? Имеется в виду, мы говорим, Рувен убил Шимона, да? Что Рувен сделал это в ненависти, и он оттолкнул его. О, гишлих алав. Или буквально бросил на него. Би-цди-я. Так, цди-я. Давайте посмотрим, нет? Не перевели вы этого слова, нет? Ну, у меня было, ну, почему-то, видимо, не здесь. Ну, тоже случайно получается. Мне тоже кажется, безумисло или случайно. У меня было это слово. Вот. Так, мне тоже кажется, оно было. Так? Ва-я-мот-ид-умрёт. Да? Обратите внимание, что здесь вот оголосовка ультракраткий камац, да? Очень краткое о. Е-э-до-фэн, да? Обычно оно бывает под гортанами, точнее даже под эй. Как, например, слово цаурай. Но в Танахе бывает под другими буквами. Вот, в частности, под буквы Далит. Да. Спасибо. Теперь, пожалуйста, Анна продолжает мысль по сокам Каф-Алев. Каф-Алев. Так, подождите-ка. Так. О-бэ-э-э-ва-хэ-кагу-бэ-я-до-вэ-ямот-мот-мот-мот-ью-мат-а-макэ-ро-це-ах-гу. Гэ-ля-дам-ям-ид-эт-а-ро-це-ах-бэ-фиг-о-во. Ну фигу тут в данном случае ПГ имеется в виду случайная встреча Переводят как встреча Тут имеется в виду вражда Или по вражде Ударит рукою И умрет То умрет Смерти предан Смерти предан будет Ударивший Убийца он убийца Мститель кроме мстителя Может убить его Убьет его При встрече с ним При встрече с ним Да То есть если они не встретятся Случайно то он может не убивать Ну надо полагать Встреча может быть не только случайная Здесь не написано случайная встреча То есть мститель крови может В любом месте Высле находить Да Этого убийцу Чтобы убить его За исключением чего? Города убежища Да Спасибо Анна Теперь Кафбет Кафбет Да Да В им бэфэта Бэло эйва Адафо У ишлих Алав Колькли Бэло Здия Ага И если Бэфэта Неожиданно А вот Слышь Да Питом Да Неожиданно Без вражды Толкнет его Или Пошлет Бросит В него Всякий Сосуд Предмет Без намерения Без цития Без задней мысли Буквально Вот так Да Так Да Совершенно верно Так Спасибо Тимофей Теперь Кафбет Мелчей? Кадмила Получается Да Давайте Обе Холь Эвен Ашер Ямут Ба Бэло Реот Ваяф Япель Алав Ваямот Веу Ло О'єфло Вело Мевакеш Рато Или Каждым Камнем Любым Камнем Да Да Всяким Камнем Который От Которого Умрет Да Да Не Увидит Это Я сейчас Анну спрошу Вот здесь Раот Это как Роэ Без того Чтобы видеть Да Как бы Не видя Ну может быть Бросил камень Не глядя Так Да Как бы Бли Бли Похожи Больше По смыслу Чем Бело Да Бело То же самое Да Более Литературный Вариант И Упал На него Бросит Буквально На него И пить А прокинет На него Да Бросил Это как Бухи Филь Филь И И умрет И он Не Враг Ему И Не Просил А Жла Ему Просил Имеется ввиду Не искал Не Не собирался Причинить Да 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 Спасибо Теперь Кавдалет Чей Так Шуша Шуша Шахту Аэда Бэйн Мака Мака Убэйн Гоэль Адам Аль Амешпати Маэля Как это сказать И будет судить Общество Рассудит Да Рассудит Да Между Это кем Амака Амаке Ударившим Амаке Ударившим И между Как там Мстителем Гоэль Воздающим Мстителем Крови Как сказать Судьи По законам Этим По законам Этим А да Да Законы были Приведены Выше Да Да Спасибо Шуша Все так Извините Кав Эйчей Так Юля Юля Просим Да Ударившим Эрцег Мияд Гоэль Адам Вэ Хешиву Ударь Эл-Ир Миклато Ашер Ашернас Шамма Баяшев Баяшев Бах Адм Адвод Гакоэнга Гадоль Ашер Маса Маса Ой Маса Бешэмэна Гакодыш Гакодыш И спасет Как бы Община Убийцу От рук Мстителя По крови И Защитит Укрою Или вернет Или поселит Да Легощин Да Поселит Община В этом городе Убежище Который Прибыл туда Да Который Он убежал Туда В который Он убежал Да Убежал туда И будет Ну Прибывать Там Жить там Да В этом городе До того Как он убежал Великий Коин Высочайший Коин Да Который Маса Помазан Да Который Помазали Масом Святым Совершенно верно Совершенно верно То есть Имеется ввиду Коин Из потомков Ааруна Вот это Помазание Распространилось На всех его Потомков Как мы видим Значит В Танахе Несколько раз Встречается слово Машия Но Не в том значении Как мы говорим Сейчас Это Либо Царь Который Реально Царствует Да Ну например Давид Амедах Или кто-то Из его потомства Кто Реально Имеет царскую Власть Вот Либо В первую очередь Словом Машия Помазанный Помазани Называется именно Коин О том Как Моисей Помазал Ааруна По слову Всевышнего Этим вот Шемена Кодеш Священным Илеем Мы читали Книги Книги Шмот Да Да Спасибо Значит Еще раз Если Выяснится Что убийца Убил Ненамеренно Да То Его Возвращает Суд В тот Город Убежище Куда он Убежал Чтобы там Прятаться От мстителя Крови И там Он Находится Если же Он Нарушит Это повеление И выйдет Наружу То мститель Крови Имеет Право Его Убить И так Везде Кроме Вот этого Конкретного Города Убежища Да Теперь Рассматривается Подробно В Талмуде Вопрос А если Например Этот Неумышленный Убийца Если он Важный Человек Если он Ну скажем Рош-Ешива То вся Ешива Да Все ученики Вместе с ним Отправляются В город Убежище Так Теперь Понятно Что это Некое Наказание Да Конечно Человек Ограничен Этим городом И не может быть И наружу Наверное Ему хотелось бы Не только этого Да За что же Наказание Если убийство Произошло Неумышленно Здесь очень важно Понимать Что Как говорил Известный Персонаж Известной книги Да Кирпич Ни с того Ни с сего На голову Не упадет Если так получилось Что некий человек Стал средством Убийства Другого человека Да Это возможно Не потому что Он этого хотел Но За какие-то Его мысли Он был Вот таким образом Ограничен Может быть Если бы Он не был Замкнут В этом городе Убежище Да Он бы натворил Что-то там Такого Что знает Конечно же Всевышний Но не знают люди И не нам Об этом судить Да То есть Некое подозрение В отношении этого человека Есть Но оно компенсируется тем Что его свободу Как мы видим Ограничено Это первый вопрос Второй вопрос На какой срок Этот срок Заранее не оговорен Да До смерти Коэн Годоль Были такие Коэны 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 Служили По-моему 80 лет По-моему Было и такое Да 80 В этом случае 40 точно было Да Теперь Получается Что Вот этот Неумышленный Убийца Сидя в городе Убежище Если умрет Коэн Годоль То значит Он освобожден И уже Гоэль Адам Ситель крови Не имеет права Убивать нигде Так Почему же Это Привязано Коэн Годоль Потому что Коэн Годоль От него Зависит Благополучие Всего народа Если бы он Как следует Молиться В Йом-Кипур Наверное Не случились бы Такие мысли За которые Следовало бы Человека Огородить От общества Пусть даже В городе Убежище Так Но не получается ли так Что этот Неумышленный убийца Сидя в городе Убежище И страдая От этого И желая Поскорее выйти наружу Будет молиться О том Чтобы Коэн Годоль Поскорее умер Чтобы его Неумышленного убийцу Освободили Да Поэтому Говорит Талмуд Мать Коэн Годоля Посылает ему Подарки В частности Шьет ему Рубахи Чтобы тот Не молился О скорой Смерти Коэн Годоля Ну вот такая история Вокруг того Текста Который мы сейчас Читаем Немножко я Добавлю А если у мамы уже нет То есть она умерла Уже у этого Коэн Годоля Может быть он Не молодой человек Мама умерла Что делать Ну значит Кто-то другой Кто-то заинтересован В том Чтобы этот человек Коэн Годоль Чтобы он Жил Безбедно И долго Может быть Жена Или дочь А про рубахи Это в Талмуде Написано Не слышу Про рубахи Это в Талмуде Так написано Про рубахи Да Я помню Что это Может быть даже В Мишне Нет Скорее Еще Десять Из Десять Из этого Господи Из тридцать Из тридцать пятой Осталось десять Может быть мы Прочитаем Как-то жалко Ну Ну Хотелось бы Да Пожалуйста Чье сейчас Так А Юля Прочитала у нас Я сейчас По-моему Слушай Я читала Слушайте Меня почему-то Выкидывает Я не могу Открыть экран Что делать Откройте Тору Напечатано Откройте Текст Тора Где бы он Ни был Это тридцать пятый Параграф Книги Бамидбар И мы находимся Мы сейчас Писаем Каф-Ва Двадцать шестой Тихо Если что Получается Да Чтобы не Тереть Повествование Так Я сейчас Беру Из муторой А Слушай Да Сейчас читать А Людмила читала Получается Слушай Догон читать Да Так Еще раз Какая глава Мне хочется Тридцать пять На двадцать шесть Так Ладно Сейчас Посмотрю Я могу фото сбросить Если хотите А вот Погодите Нашла Так Значит Еще раз Параграф Тридцать пять Тридцать пять У меня тут На экране Да 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 И если Как это Выйдет Выйдет Да Выйдет Да Да Выйдет Убийца За пределы города Убежище Который Который убежал в него Да В который он убежал Да Януш это спасся бегством Спасся бегством Да Совершенно верно Так Теперь очевидно После шуши Кто Юлю У Мацава то Гоэль Гадам Мехуц Легволир Мехуц Мехуц Легволир Мехуц Гоэль Гадам Эдга Роцех Эйн Энлодам Если Нашел его Повторяется Эта мысль Мститель по крови Вне предела города Убежища Предела города Убежища И Так И убил Гоэль Гадам Мститель крови Кого? Убийцу Убийцу Упомянутого То нет Нет у него крови То есть Нет вины на это Гоэль Гадам Имеет право Да Сам виноват Вышел на руку Не должен был Да Верно Спасибо Юля Теперь Кавхэт Что? Так Уже это вы Я Потому что В городе Убежище Его будет сидеть Это будущее время До смерти Верховного Первосвященника А после смерти Первосвященника Вернется Убийца В землю Владения Его Вот так После этого Гоэль Гадам Уже не имеет права Никого убивать Так Прошу вас Кавтет Анна Так Вагая Элэ Лахэм Лахукат Мешпат Ладротэйхэм Быхоль Мушвотэйхэм И будет Вагаю Да И будет Будет Это для вас В закон Постановлением Закона Получается Законом Судебным В поколении Ваших Во всех местах Где вы Ну Проживание Вашего Жительства Вашего Да Верно Да Спасибо Анна Тимофей Ламед Пожалуйста Ламед Всякий Ударяющий Душу По слову Свидетелей Умрет Будет Убит Да Будет Убит Убийца Да Будет Убит Убийца И Свидетель Один Не будет Отвечать За душу Чтобы Умереть Да То есть Я думаю Свидетелей Недостаточно Да То есть Рувен Убил Шимона Этому Есть Свидетель По семье Уда Но он Единственный Свидетель По слову Иуды Рувен Не может Быть Приведен Смертной Да Свидетель Должно Быть Или Больше Да Верно Спасибо Тимофей Теперь Ламет Альф Чей Людмила Ламет Вело Тикху Хофер Ленефеш Роце Хашер У Раша Ламут Ки Мот Юмат И Не Возьмет Кофер Что это Теперь Выкуп Или Вину Выкуп В данном случае Выкуп Выкуп За душу Убийцы Да Который Злодей Убил Да Немножко непонятно Ибо Убийца Совершил грех убийства Раша Да Раша Который Не преднамерен А который Преднамерен Да Преднамерен Да Ибо Умрет Смертью Да Ки Мот Юмат Ибо Смертью Умрет Да Совершенно верно Прекрасно Так Ламет Бет Пожалуйста Ламет Бет Спасибо Сколько у нас осталось Ну все Две Два Ламет Бет И раз Два Три Три Кусочка Осталось Да Так Ламет Бет Чей? Так Шуша Да Получается Правильно Как это сказать И не возьмете Тикху И не берите Да И не берите Выкупа Так Выкупа Да Ламет И Как это Сбегать Чтобы Убежать Чтобы Убежать В город Убежище Так Лашув Это как Чтобы вернуться И Роцов Ушел Так Чтобы вернуться Ну жить Собственно говоря В земле В землю До смерти Коэна Имеется ввиду Что Роуэн Убил Шимона Ненамеренно Непреднамеренно Да И он должен Бежать В город Убежище Роуэн Я заплачу Выкуп Да Чтобы мне Оставаться В моем Месте А как Будто Я Защищен Нахождением В городе Убежище Нет Это Делать Запрещено Он Должен Находиться В городе Убежище Он Должен Убежать Значит Пусть Бежит Вот Так Спасибо Шуша Теперь Ламет Гим Чей Так Юля Чей Им Б Дам Шовху Шовху Что делает Она Оскверняет Осквернит Да Осквернит Землю И Земля Земля Логи Упар Она Не покроется Не будет Не будет Выкуплена Искуплена Да И Для Земли Не будет Не Искупиться Да Земля Не Искупиться Никак Кроме Как Только Кровью Пролившего Ее То есть Кровь За кровь Получается То есть Тот Кто Пролил Кровь Он должен Смыть Кровью И Им Это Кроме Кровь 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 Того Кто Пролил Ее Да То есть Тот Кто Убил Он Должен Быть Убий И Никакого Искупления Нет Если Доказано Что убийство Было Преднамеренное Ну Вот И Ага Ну Да Так И Вот По-моему Вот здесь Последний Вот еще Остался Вот кусочек Ламедар Вот я тут Не выделю Не выделю Что-то Я Не очень Хорошо Получилось Чуть-чуть Вы там Да Что-то Пропустили Но Ничего страшного Вот Мы вам за это Дадим вам Эталит Давайте Вы И не оскверняете землю На которой Живете вы В ней Ибо Ибо Ну И в которой Я Обитаюсь И в которой Я Ибо в которой Я обитаюсь Среди вас Ибо я Среди нее Среди земли Да Среди нее Посреди нее Ибо я Всевышний Живу Среди Среди Сынов Израиля То есть Это не особо Остальное место Ее так просто Тут нельзя Да Замечательно Мы прочли Довольно большой И весьма Интересный И с точки зрения Содержания И с точки зрения Грамматики Параграф 35 параграф Вот Из этих двух Глав Матод и Масе У нас довольно Много непройденного Не исключено Что далее Мы еще возьмем Немножко Вот эти глав Да И рассмотрим Потому что Посмотрим Если будет у нас Там уже все Закрыто Если все лакуны Да Остальные Следующие Мы закроем Напоминаю вам Что Сегодняшнее занятие Было посвящено Скорейшему Выздоровлению Да Раненого В теракте На перекрестке Текоа Сегодня днем И двух И Слиха Эль Руи Бен Батшева Каба Эль Руи Бен Батшева И ты был прав Я прочитал Действительно Что террориста Поймали Батлах И окружили И взяли Ага Он пытался Крыться Кстати говоря Это тоже По нашей По теме нашей главы Да Как раз Да Так что будем считать Что это не случайно Так Дай Бог Нам Слышать хорошие новости И С Божьей помощью Мы через неделю Встречаемся Напоминаю вам Всего 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 Усиливается Траур И Девятого Ага Пост Если Конечно Всевышний Не превратит Его до сих пор В праздничный день Всем спасибо Все свободны Я полностью хотел добавить от себя, обратите внимание, я делаю специальные усилия для того, чтобы добавить материалы, я думаю, они будут полезны тем, кто изучает иврит, и не только, а именно, каждую неделю появляется, вот я сейчас закончил перевод на русский язык, небольшого, короткого, 2-3 минуты комментария Рава Шерке. Вы можете смотреть, у вас есть видео, на котором есть иврит, вы слышите, у вас есть титры, и в описании к видео есть полностью текст. Кроме того, мы постараемся еще дополнить, будут переводы к недельному разделу Равханан Парата, я тоже буду присоединять текст на иврите, он не огласован, но я думаю, что будет полезно рассматривать перевод и ивритский текст. Хорошо бы, если было время, может быть, вот как мы раньше, помнишь, читали там какую-то прессу или что-то такое, если было время, выделить, читать бы вот эти кусочки там или что-то такое, какие-то по теме. Это up to you, я, пожалуйста, готов, я занимаюсь тем, я на себя взял, блин, это, во-первых, Рава Шерке я перевожу просто каждую неделю и ставлю, вот сейчас поставлю, а то, что касается Ханан Парата, я тоже на себя взял, там довольно много, это занимает как бы несколько часов, 3-4 часа перевести его в стадию, но я постараюсь это, блин, это делать каждую неделю. Слушай, а давай, может быть, ты мне тогда, ну мы с тобой тогда спишемся, может быть, я тебе помогу как-то, мне просто хочется поучаствовать, мне просто интересно даже попробовать. Да, пожалуйста, если будут заинтересованы потом разобрать, каким образом перевод, я обязательно добавлю в публикации, что я, это мой перевод, и я с удовольствием, пожалуйста, комментарии, пожелания, либо наоборот, какие-то непонятные места, почему переведено так или иначе, пожалуйста, можно привести, превратить в некоторую общую работу, не в плане разделения работы, а в плане как бы обсуждения и понимания, окей? Хорошо? Да. Хорошо, окей, тогда всем счастливо, до свидания. Всем спасибо, всего наилучшего. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо, да. Пока.